Арк. Многопользовательская компьютерная игра в жанре симулятора выживания. В игре практически любое существо можно приручить и использовать в различных целях, таких как езда, транспортировка, хранение, охота, сбор и защита. Для начала, существо необходимо оглушить. Любое оружие наносит существу урон и с каждым ударом добавляет определенное количество очков оглушения. Мы постараемся показать по частям большую часть существ и кратко рассказать о них. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк, ну и само собой не забывай про колокольчик. Хорошего просмотра, часть, первая. Алазавр. Хищник, представляющий большую опасность для динозавров и игроков. Охотится как тремя особями, так и в сопровождении стаи из девяти и более хищников. В стае алазавры пользуются бонусами. Урон увеличен на 50%, а броня на 25%, замедляющая атака. Алазавр похож на маленького тираннозавра, но с более мощными лапами. Вокруг вожаков стаи присутствует красная аура, что выдает присутствие опасного хищника. Тираннозавр. Обычный динозавр, ходящий на двух лапах и обладающий острыми зубами. Агрессивно реагирует на присутствие игрока и сразу бросается в бой. От него трудно убежать, так как он быстроходное сухопутное существо. Хорош как охотник, транспорт и боевая единица. Ютиранус. Это большой хищный динозавр, обладающий рогами возле глаз. Обладает длинными руками с когтистыми пальцами. Агрессивное поведение хищника позволяет ему нападать на все, что меньше его по размеру. Ревет для вербовки хищников в помощь для охоты. Прирученный дает отличную поддержку войскам и является хорошим собирателем фекалий. Титаннозавр. Похож на бронтозавра и почти все тело покрыто щитками. Обладает огромным размером. Не несет особой опасности ввиду низкой скорости. Однако является могучим противником в режиме ПВП, несущем опасности как для игрока, так и его базы. Трицератопс. Травоядное четвероногое существо среднего размера. Не агрессивное, но послушное стадное животное. Атакует только в обмен на агрессию. Прирученные являются отличными издовыми особями. Подходит для сбора ягод. Поглощает большое количество урона и справляется с мелкими существами. Траодон. Является меньшим по размеру с обратом раптора. Различает добычу в сумерках. Обладает низким радиусом атаки, однако наносит большой урон ядовитыми атаками. Нападают стаями, если несколько особей находятся рядом. Прирученный является неплохим разведчиком, защитником базы днем и в сумерках. Терезинозавр. Смесь тиронозавра и аллозавры является травоядной особью. Способен защищаться от хищников своими массивными когтями. Игнорирует всех и хищников, и игроков. Однако вступают в борьбу, если на них напасть. Передвигаются поодиночке в небольшом количестве особей. Прирученный является собирателем мяса и дерева, а также эффективным боевым существом. Стигозавр. Представитель гигантских травоядных с пластинами на спине, маленькой головой и хвостом с шипами. Изначально не представляет никакой опасности. Если напасть на него, то он наносит большой урон своим острым хвостом. Является собирателем ягод, соломы и дерева. Может быть транспортным средством, принимающим на себя основной урон. Однако основная роль для стегозавра – боевой зверя. Спинозавр. Огромные тераподы, с четырьмя лапами и крокодильями мордами. Он агрессивный и смертельный хищник, но не обладает большим радиусом агрессии. При этом, он больше сконцентрирован на охоте за рыбой. Очень плохо разводится, так как их яйца очень чувствительны к температуре. Прирученный является отличным боевым транспортом, способным сокрушать практически всех средних по размеру существ. Хорошо добывает первосортное мясо. Пахицефалозавр. Пассивные травоядные динозавры, обитание которых распространено по всей суши. Нападает только если его потревожить атакой, и от него трудно убежать ввиду его огромной скорости передвижения. Прирученный является сильной и ловкой боевой единицей и быстрым наездником. Пахиринозавр. Четвероногое травоядное существо, обладающее большим запасом здоровья. Пахиринозавр не агрессивен и мирно пасется на своем пастбище. Конечно, при нападении на него, он защищает себя, но не преследует противника, но убегает при низком здоровье. Является отличным транспортом для двух наездников и дает поддержку в бою, делая игрока невидимым. Паразавр. Крупный двуногий динозавр не нападает даже если его атаковать. Но если украсть у него одно из яиц, то он начнет преследовать игрока. Однако его трудно поймать из-за быстрой скорости его передвижения. Прирученный является сигнализацией, собирателем и быстрым транспортом. Авераптор. Является небольшим динозавром, который обитает в джунглях и на пляже. Хищный динозавр питается яйцами, которые он крадет из различных гнезд. Он способен скрытно воровать яйца, не привлекая чьего-либо внимания. Прирученный является бустером для отложения большего количества яиц союзными существами. Мегалозавр. Является ночным хищником и похож на аллозавра, но меньше по размеру. Днем мегалозавр впадает в спячку, а ночью свирепо охотится. В сонном состоянии на него можно нападать. Проснувшись днем, мегалозавр значительно теряет свои атакующие и скоростные характеристики. Прирученный является сборщиком мяса, а также транспортным средством для любого существа весом до 150 единиц. Диноних. Внешне похож на раптора, но имеет более массивную голову и большие когти, что делает их еще опаснее раптора. Динонихи охраняют гнезда на своей территории и агрессивно атакуют всех, кто нарушит их пределы обитания. Не подается приручению, но можно украсть яйцо и вырасти тесок самостоятельно. Прирученный диноних используется как скалолаз, способный взбираться на вершины всех поверхностей. Велоназавр. Хищный трипод, внешне похож на раптора. Всегда старается напасть на любых травоядных существ. Ведет атаки на дальнем расстоянии шипами, на ближнем когтями. На первых уровнях игрока, это непобедимый соперник, обладающий большой броней и атаками с высоким уроном. Однако скорость его атак ниже средней. Выступает отличным защитником базы в роли турели, которой не нужно электричество. Спасибо за просмотр. Продолжение видеоролика уже скоро и не за горами, а ты, подпишись на канал, поставь лайк и не забывай про колокольчик. Продолжение следует... Продолжение следует...